Крутые машинки уехали вперед Кто там у нас остался? Где-то Никита и еще Даня Никита, Даня И все, кажется Сильный ветер, боковой пока У меня есть вот такой приборчик Сейчас буду проверять Какой ветер Кто-то он врет Вот тельмой Оно сломалось Что себе И проводка загорелась Так как Никита в этот раз Сделал свой солнцемобиль надежно Похоже, поэтому стало ломаться Все вокруг То, что делал него Тут уже подъехала Еще одна техническая помощь И устраняет проблему Машина старая, проводочка Замкнула Еду дальше Я надеюсь, сейчас ветер будет Спину идти будет легко 6 метров в секунду Порывы Шпери рыв А что, идти все в одном месте Все вместе, да? Посмотрим по обстановке Сейчас вот Надо немножко, чтобы все устаканилось Ну, блин, это Там, что плохо Суру много ездит Вообще, прям Они бывают Один за другим 5-6 И вот это вот будет раскачивать Особенно сильно Вот ваш Из-за сильного бокового ветра И участков с ремонтом дороги Гани, участник Шенкента Отказался от продолжения поездки В таких условиях Движение для него Казалось небезопасным Спустило у меня уже колесо В первый же день У меня еще там спустило одно Я поменял Новую камеру поставил Все, колесо поменял Банан съел Еду дальше Говорят, что здесь святое место Монету не достанешь, да? Нет Ну, это сзади вырезается Получается А, когда накопится? А? Ну, когда, когда Накапливается Вырезается Такое поверье у нас здесь Вот, когда мучель-жас У казахов идет Переходной возраст Каждый 12-13 Получается Ну, в основном Ездит сюда как бы Благословение Что-то такое вот Типа И там могилка есть Как звали этого человека Катемата Катемата Надо копеечку, говорят, бросить Копилочка Мощная Аж уже отшлифована Здесь свои достопримечательности В любом месте Монтана как-то А, это вот специально Что все А, он Вот хитрый какой Он, оказывается, угол, да? Ты угол Выискиваешь И вот еще Четерство Понятно На данный момент 51 вольт Говорят 75 километров У меня Компьютер Что-то подключил Ладно Они хитрые Они меня ждали И тут заряжались В выгодных положениях Полный багажник Панели Ну да Они не полные Там есть место На свободу Чего себе У него 53,3 вольта Вообще ничего не потратил Что-ли? Как так получилось Что у тебя 53,3 вольта? Ты аккумулятор поменял? Нет Или ты вообще ничего не потратил? Блин, я фиг знаю Ветер попутный Даже у меня 51 вольт У меня парусность плохая Ну, в смысле Парусность хорошая Обтекаемость плохая Я за счет энергии ветра А ты, кстати, парус поднимал? Нет, не поднимал Чего не пробовал? Нет, я еду быстрее ветра Поэтому от паруса толпы нет Насколько сильно колбасит твой прицеп? В общем, я смотрю У всех колбасит Ну, есть Колбасит В основном Прямо нынки там по-трескану Порыва ветра Когда ветер стабильный И он стабильный идет А то я видел Ты там вот так вот Как-то, блин Да Мне прямо страшно было За тобой ехать Ну, я-то не вижу Мне не страшно Да? Едем дальше Хотим 100 километров Никита хочет Я не хочу Но едем все вместе У капли сломался амортизатор А мы думаем Вот здесь Где-нибудь возле речки Стать Не знаю Насколько тут речка Речкой Нет, Даника с нами нет Вот, позвониться не могу Интернет отвратительный Я вот сейчас записываю сообщение И для того, чтобы оно отправилось Я хожу здесь И ищу этот подрядный интернет У меня, допустим, только потом Когда После зарядки Можно, к примеру, Собалансировку включить Запарил гречку С куртом В термосе Полчаса И вроде готово А я бэкстейдж буду снимать Да Все четко Бутылка под башкой Это самая мягкая Я взял Легкий Синтетический спальник Думал, будет жара Доброе утро У тебя как этот В космическом корабле Такой звук Когда они просыпаются После Крио-сна А, сон был? Крио-сон Вазик приезжал Да И решились уже путить Качать кукулку Да Что, замерз? Отдыхает Затрясешь, что-то Юра и Антон Как предчувствовали И сказали, что гоняться Они не будут И лучше бы нам ехать Все вместе В первый же день У них начались проблемы С подвесками Поэтому мы ночевали Все вместе Еще один космонавт Доброе утро Город Солнцеедов Просыпается Потихоньку Все оживились Нагрелись Чуть-чуть Антон, когда ты Вот этот проект Ты решил им заняться Что было сначала Создание автомобиля Или создание Ютуб-канала Нет, Ютуб-канал Я после создал Вообще не планировал Его делать Никак не связаны Вещи были совершенно Более того Я Уже собрал Первый кузов Практически И для того, чтобы Там первые видео Какие-то Смастерить Мне пришлось Что-то выкручиваться Из каких-то запасов Там искать Потому что Ну не покажешь Сразу готовый кузов Надо как-то там С нуля это все делать Рассказывать Что и где строилось Но вот Нашел, сделал В общем Не связаны Этой вещи были А у тебя там Видео твое же было Ты на телефон Просто снимал По входу Поначалу Ну для себя На телефон Ну да Там какие-то моменты Я вообще привык Там И до этого Там с другими проектами Как я строил Снимать на телефон Там чтобы Не забыть потом Или там Где какой-то крепеж Где как я там Что сделал Как ты оцениваешь Вообще Значение Введения Видеодневника Для человека Вообще Для человека Ну вот это наверное Разные вопросы Ну касательно Вообще Моего канала Я его оцениваю Больше как Подспорье Для себя Потому что Наверное Не половина Так треть Точных Технических Решений Я взял Из советов Из рекомендаций Поскольку Ну я вообще Не специалист Не маляр Не электрик Не жестянщик И так далее И сварка У меня появилась За неделю До того Как я начал Этот проект Собирать Вообще Первое Поэтому Советовали Я Читал все Комментарии Смотрел Очень интересно Много Что оттуда Почерпнул Вот А в плане Какого-то Личного блога Вести Не знаю Я не вел Пока Не понимаю Зачем он нужен Наверное Если людям Интересно Если у них Нет такой возможности Заниматься Таким образом Жизни Которым Занимаешься Ты Ну почему Я стараюсь Снимать так Как есть То есть Не заморачивайся Не готовиться К тому Что А как На это Посмотрят А вдруг Тут что-то Не так Наоборот Я вот Снимаю Вообще Собрал Показал Люди Что-то Заметили Увидели Там Обратили Внимание Ну у меня Было множество Вариантов Я вот Собирал Там Рулевую Рейку Там Или Переднюю Подвеску Мне там Подсказывали Что шаровую Не с той стороны Одет Что она Снизу Например Должна быть Человек Который Автомеханик Он это Сразу же Видит А я могу По неопытности Как-то не так Просто по глупости Собрать И все А это потом Будет неправильно Работать Надо же одному Все это делать Даже я буду С помощником Монтана Циклоп И я выехали Вперед Как не очень Быстрые А ребята Остались Ждать Даню Кто это Становится Как кто-нибудь Подъезжает Очень много Спрашивается Вылазят Всякие Недочеты Вышло Сейчас Хочу Тросики Во-первых Пустить Не на кресло А как У меня Как у меня Было раньше Тросики Пустить На Багажник Потому что Дорога плохая Кресло Ходит Ходуном Соответственно Этот Прицеп Тоже Болтается Туда-сюда Вверх-вниз И гнет Вот это Место Надо Конечно Усиливать Потому что Не замечу Может вообще Лопнуть А я чувствую Цеплять Стало Погнулось Тросики Я вернул Как раньше У меня было Посмотрю Я думаю Радиус разворота Не такой большой По трассе Пойдет А сейчас Хочу Немножко Подстраховать Хотя бы Если уж Не усилить Поставить Вот сюда Тросик Зацепить И Пустить Его подышу Вот сюда На всякий случай Если уж Здесь Переломится Чтобы у меня Прицеп Не улетел Ну вот Резинкой Притянул Как Временно Надо усиливать И не пойдет Дело Сломается Надо усиление Вот сюда Или сюда Вот Надо подумать Как лучше Сейчас я думаю Неплохой вариант Для усиления Пока делал одно Велосипед покатился И я сломал другое В самом начале путешествия Сломать такую важную вещь Для меня Как подножка Ну что делать Еду потихоньку 25 километров в час Потому что Вот эти вот Выбоины Или что это На дороге Я не знаю Они через каждые Десять метров Аккумулятор у меня Полный Потому что Я проехал Всего Тридцать пять Километров За весь день И стоял Долго Он полностью Заряжен Здесь дорога Получше пошла Тридцать пять Я в джинпетире Я в джинпетире Так 53 км проехала Они 75 проехали Мне еще до них Надо доехать Меня остановили Хотели помочь Загрузить в газель Да Не Я сам мучаюсь По собственной воле Все понятно Молодой человек вернулся Воды Это вообще Вот это Лучшая помощь Вода всегда нужна Спасибо 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 большое Подспустило колесо Сейчас хочу Просто подкачать Может герметик Сработает Утром я поставил Назад Камеру с герметиком Но ехал пока нормально Что-то снова подспустило Вон они Заряжаются Думают Я там фотою С местными жителями Здрасте всем Что вы тут развели Гонку Гонку Подожди Я забыл слово Разрушений Есть гонка вооружений А у вас гонка И у меня Гонка разрушений Вот это что ли Вот здесь Гонки Какие-то Блин Должны были быть Нас вам уже Для начала Тросики решили Как вы зафиксировали За вот эту Вот Кмотки Сразу видно Что Никита Руку приложил Так для чего Мы все это делали Мы хотим проехать Еще 40 40 сегодня Да Солнце уже заходит Завтра какой план Просыпаемся Заряжаем Монтану Как обычно И едем Влад с нами не ночевал Так как уехал вперед Скорость его солнцебобиля Невысока Видно он понял Что чтобы ехать первым Есть только один выход Двигаться без остановки Весь день Доброе утро Привет всем Все начинают Вылупляться Со своих солнцемобилей Роса вон какая Вечер Она уже вечером выпала Блин Если бы я знал Что будет так холодно Я взял конечно Другой спальню Я что-то думаю Ну мы По пустыне будем ездить Буду потеть В спальнике Потею конкретно Когда сюда приезжаешь Понимаешь Что надо Надо было Все не так делать Все по-другому Сегодня я пришлось Прибегнуть К помощи друга Спас одеяла Спальги Я в него не залазил Просто укрылся Сверху И уснул Такие Спас одеял А это у меня Спас мешок То есть как Спальный мешок В него можно залезть А есть такие же Спас одеяла Продаются Во всяких Туристических магазинах Так что можно использовать Когда неожиданно Холодно становится А вы не подготовлены Все сложил Вот такой рулончик Почти ничего не весит И места не занимает Тебя уже спрашивали Сколько стоит Так особо нет А сегодня все Редко нет Просто интересно Насколько это Может быть стартапом Не Я вообще думал На один раз машину Такие будешь делать Она маленькая Опасно Ну вот мы дошли Как бы до начала Всего того Что длилось Какое-то время По сборке Как ощущение Нет разочарования Большого Нет Скорее Приятно Удивлен С этой обстановки Думал Каждый раз Едется Сам по себе Будет скучно Страшно А тут мы все Вместе Очень хорошо Хорошо и весело Все Хорошо и весело все Юра Автор солнцемобиля Капля Живет в городе Сочи Основное занятие Изготовление бытовых Гидроэлектростанций На заказ Водной электростанции Ставишь в обычный Ручей Ручей с перепадом И можно весь дом Запитать Это гораздо лучше Чем солнечные батареи Потому что они Постоянно У них постоянное напряжение От солнечных батарей Зимой может быть Вообще ничего не быть А использование в транспорте Гидроэлектростанций Да Ну а как Довольно сложно Монтировать Так в панельке Разложилось Если дома стоит То можно заряжать Сколько дает Такая Максимальная У меня мощность 1400 ватт Так Электроплитка У нас потребляет 1400 ватт Заряда в аккумуляторе Осталось 46% И этого нам хватит На 34 минуты Да Субтитры создавал DimaTorzok Гимн остался путешественником. Так, времени 10 часов, я заряжен полностью. Будем заряжать вот эту штуку. Пока от моих панелей заряжается аккумулятор для Монтаны, я решил сделать удобное крепление для рации. Потому что в кармашке сверху она у меня прыгает-прыгает и вываливается все время. Сейчас сделаю такой кармашек, чтобы ее туда вставлять. Я придумал, как вытаскивать скотч. Прилипает. Думаю, нормально. Буду прям нажимать и говорить. Отвратительно. Уже час дня мы не выехали. Кто-то уже, конечно, свалил. Ну, надо загрузить. Все, я готов. А ты? Я думаю, что я тоже готов. Юра хочет еще часик тут посидеть. Он не зарядился еще. Вот шпарит, вот шпарит. Боковой ветер, но он не очень сильный. Но он такой. Но он есть. Поэтому потребление сразу выросло. 450 ватт. Еду со скоростью 30 км в час. Решил перекусить немножко, а нашел хороший столб парковочный. Не знаю, насколько этот прибор точный. 4 метра в секунду. Просто ветер порывами. То едешь нормально, то задувает. Ну, энергию можно не экономить, когда солнце. 54,5 вольта, почти полный аккумулятор. И яблоки на это не делал. Наделали прям, брыслили по дороге. Спасибо. Вот как раз 5 штук мне дали. Каждому по одному. Ух ты, спасибо. Это видите? О, спасибо. Вхожу в график. Или мы входим в график. Уже вот получается обедать. Получается обедать? Да. А вчера не получилось обедать. Сейчас дорога стала более-менее качественная, хорошая. Ну, конечно, узковата, хотелось бы пошире. Но холмы вверх-вниз, вверх-вниз. Подъемы не сильные, но они чувствуются. О, весело. Вот она началась. Счищенный асфальт, на котором велосипед всегда очень сильно таскает. Здравствуйте. Пропуск по времени. Здравствуйте. Ждите? Ждите. Там сообщат, да? О, саламу алейкум. Олейкум, салам. Откуда едешь, брат? Я с Уральска. С Уральска? Но я сам с Алматы. И что, в Алмату, что ли, едешь? Куда? Ну, это техника базарина. Как-то плохо этому бульдозеру. Ветра нету. Хорошо, но едется что-то тяжело. Наверное, потому что вверх-вниз. Стоим. Ждем Никиту с Монтаной. Они поднимаются где-то. Как тут интересно. Сейчас цветет степь. Такой запах. Вот эти белые горы. Какие-то. Да, му. Цветами пахнут. Все. До Кабды. 34,5 километра. А у меня сил нету ехать. Сейчас с Никитой будем искать прекрасное место для ночевки. Что там, прекрасно? Прекрасно. Заезжаем. Ой, это прекрасное слово. Прекрасно заезжаем. Что там, мы? Прекрасно. Продолжение следует... 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 по условиям же мы должны зарядиться по полной и это будет считаться финишем у меня на аккумуляторе 49 и 7 вольт от панели сейчас 2 ампера идет может что-то еще успею получить первый этап проехали ну что ты его и крутишь и крутишь 300 километров 300 километров вот примерно вот по такому александр можно спасибо за совет не помните насовет но на самом деле не надо было смотрите следующей серии развалится вот этот последний арбузика тогда хочется поеду я смотреть местечко потому что у меня оказывается тросик оторвало вот это вот дорога государственного значения что-то авария все лопнуло давай резиночки давай инструкционами хотя бы